Сегодня мы рассматриваем такую достаточно важную тему, как амбулаторная помощь онкологическим больным. И хотелось бы много по этой теме сказать. Опухоли кожи – это достаточно простая с точки зрения лечения нозология, которая как раз очень доступна в амбулаторной практике. Данный доклад подготовлен тремя соавторами – Борисом Сергеевичем, сотрудником Института онкологии, мною, сотрудником клиники Пирогова и Сергеем Александровичем, сотрудником онкологической клиники. Кожа является достаточно сложным по структуре органом с большим количеством структур, эпидермисом, фолликулами, сальными железами и так далее, из которых могут происходить различные опухоли, мягкотканные компоненты, жировая клетчатка и так далее. По характеру опухоли, росту опухоли могут и по структуре опухоли, опухоли кожи могут быть как доброкачественные, так и злокачественные. Ввиду этого у нас различные подходы к лечению. Среди злокачественных на образовании кожи мы можем выделить как эпителиальный, это базально-клеточный рак кожи, как наиболее частая патология, плоскоклеточный рак кожи и мелоцитарные опухоли, меланома кожи, саркомы кожи. Рак кожи в структуре онкологической заболеваемости у мужчин занимает третье место, у женщин второе лидирующее. Я думаю, что лет через 10 это будет уже первое место у обоих полов и длительное время будет сохранять лидирующее положение. Ежегодный прирост заболеваемости как эпителиальными опухолями злокачественными, так и мелоцитарными составляет около 5-8%. Это достаточно большой прирост, поэтому мы говорим о том, что скоро у нас это будет, может быть, до 100% у каждого, и вопрос выживаемости будет состоять только в ранней диагностике. Рак кожи одинаково часто формируется как у мужчин, так и у женщин, и чаще всего возникает у лиц пожилого возраста, это старше 60 лет. Хотя в последнее время наблюдается тенденция к омоложению этого контингента, мы не должны забывать, что огромное количество пожилых людей в настоящее время в период пандемии ввиду коронавирусной инфекции и уязвимой части населения сейчас сидят дома, крайне редко появляются в медицинских учреждениях. Я думаю, что в 2021 году мы с вами увидим большое количество онкологических больных с поздними стадиями, неоперабельными стадиями, только потому, что в этом году, в 2020 году, так сказать, пиковый сезон для нашей страны, да, я думаю, для всего мира, онкологическая смертность будет наивысший пик иметь, а онкологическое заболевание с 2020 года будет наименьший пик иметь, просто потому, что больные не дошли, потому что по определенным причинам решили отсидеться дома. Поэтому нас с вами ждет достаточно интересная ситуация в будущих годах. Распространенность злокачественных наобразований кожи, как в России, так и в мире, достаточно широка, зависит от различных регионов, и южных, и северных. К сожалению, в последнее время даже северные регионы начинают выходить вперед в связи с большой миграцией населения в южные регионы и вообще на курорты. К сожалению, мы имеем в виду вот такую большую проблему в виде роста опухоли. Каждый год в мире выявляют более 160 тысяч первичных опухлей, первичных меланом, больных с меланомой кожи. И согласно данным ВОЗ, в мире ежегодно погибают от меланомы более 2000 человек. Это огромные цифры. Если сравнивать с тем же ковидом в России, то я думаю, что это более критично. В России это связано с выявлением меланомы на поздних стадиях. И опять же возвращаемся, что в следующем году мы, к сожалению, и меланомы будем видеть в терминальных стадиях, я думаю. ЦАОП. Сегодня у нас тема амбулаторной онкологии, Центр амбулаторной помощи. И что же нам может предложить ЦАОП? ЦАОП позволит увеличить доступность специалистов-онкологов более широкому контингенту заболевших. И что же нам будет доступно в условиях ЦАОПа именно для больных с опухолями кожи? Что мы можем учитывать и что нам достаточно будет легко оценить? Данные анамнеза, данные визуального осмотра. Это каждый специалист может сделать. Драматоскопия или сиоскопия. Есть достаточно недорогостоящие, так сказать, дешевые драматоскопы, которые позволят онкологам хотя бы направление выявить для себя в раздумьях по поводу того, что злокачественный процесс, для прокачественного процесса у пациента на коже. Цитологическая диагностика. Тотальная ножевая экстазионная биопсия первичной опухоли. Это достаточно легкий, малозатратный метод лечения и диагностики. Позволительно делать в амбулаторной практике. Это достаточно быстро и менее энергозатратно, чем госпитализация пациентов в стационар. В настоящее время, согласно мировым стандартным обследованиям и клиническим, практическим рекомендациям онкологического сообщества в России, всех пациентов с пигментами образованиями кожи, да и вообще образованиями кожи, целесообразно направлять на выполнение экстазионной биопсии. И только патоморфологическое заключение является основным диагнозом, основным этапом, скажем так, постановки диагноза, который позволит нам не только поставить диагноз злокачественного образования, но и также определиться с дальнейшей тактикой лечения. В частности, микростодирование позволит определить необходимость выполнения синтенальной биопсии в дальнейшем. Если при экстазионной биопсии диагноз злокачественного образования будет исключен, а будет подтверждено доброкачественное природное образование, собственно, эта операция будет являться радикальной. Мы минимизируем походы пациентов в условия клиники, в условия стационара, минимизируем экономические затраты стационара на данную процедуру. Мало того, мы минимизируем количество контактов пациентов в пределах клиники, в пределах клинико-диагностических отделений, и минимизируем, так сказать, количество рисков заболевания, тоже главной проблемой нашей страны и всего мира, это коронавирусная инфекция. Экстазионная биопсия новообразования кожи. При небольших новообразованиях пигментных, когда они до 6 мм, целесообразно выполнять, возможно, применить панч-биопсию с максимальным диаметром панч-аппарата 8 мм, мы должны понимать, что клинический стандарт для экстазионной биопсии при пигментных образованиях это не более 5 мм, вот стоп 2-3 мм считается абсолютно легитимным, поэтому в этом плане мы можем выполнять панч-биопсию при небольших диаметрах, при любом другом случае, когда образование пигментное, да и беспигментное, также имея диаметры большие, то здесь целесообразно все-таки выполнять истечение в пределах неизмененных тканей с отступом не более 5 мм. Это абсолютно легитимно под местной анестезией. После верификации процесса в зависимости от нозологии в условиях ЦАОПа возможны различные методы лечения обухоли кожи. Опять же, мы минимизируем присутствие пациента в стационаре, обеспечиваем лечение пациента в рамках ОМС, причем в амбулаторных условиях. А это крайне доступно для пациентов, особенно когда ЦАОП находится в пределах района, в котором живет пожилой человек. Мы с вами предварительно говорили о том, что чаще всего заболевают лица старше 60 лет, а базальноклечный рак кожи все-таки это наиболее частая патология. И пожилые лица и лица старческого возраста наиболее такой частый пациент на приеме в том же ЦАОПе. Что мы можем предложить? Хирургический метод. Мы с вами уже говорили, экстезионная биопсия и, собственно, хирургическое вмешательство, которое возможно применять под местной анестезией, возможно выполнение, как наиболее радикальный метод лечения. Лазерная деструкция, левопоризация или лазерные сечения. Фотодинамическая терапия, диатермокоагуляция, химическая деструкция, криодеструкция, лучевая терапия. Во многих поликлиниках наших районов есть близкофокусная рентген-терапия. И абсолютно спокойно пациенты приходят для выполнения близкофокусной рентген-терапии при базально-клеточном раке кожи. Иммунотерапия, химиотерапия, таргетная терапия. Особенно это касается, опять же, пациентов с диссиминированными формами в рамках ЦАОПа, какие-то стандартные рутинные схемы можно абсолютно спокойно проходить для того, чтобы минимизировать, опять же, приход пациентов в клинику и разгрузить отделение с точки зрения стандартных химиотерапий. Хирургический метод, еще раз повторюсь, является основой, радикальным, самым радикальным, так сказать, методом лечения на всех новообразований кожи, злокачественных, и позволяет выполнить не только полноценное гистологическое исследование, но и добиться максимального безрецидивного промежутка. Поэтому он остается лидирующим с точки зрения лечения злокачественного на образовании кожи. Лазерное удаление. Лазерное удаление на образовании кожи может быть представлено как лазерной вапоризацией, так и лазерным исечением опухоли. Тип предполагаемого воздействия лазерного зависит, во-первых, от характера роста опухоли, а во-вторых, от необходимости морфологической верификации. Мы с вами вначале говорили, что опухоли кожи бывают как доброкачественные, так и злокачественные, и необходимость морфологической верификации не всегда 100%. Поэтому в этом плане мы имеем право выбирать, в какую сторону мы будем с вами двигаться. Ну и здесь как методика лазерного исечения для того, чтобы получить морфологическую верификацию, абсолютно полноценную, и добиться максимального косметического эффекта. Лазерная терапия также возможна не только с целью морфологической верификации удаления новообразования, но и также лечения метастатического поражения. Здесь вот у нас продемонстрировано диссиминированное ой, диссиминированное меланом на правом слайде, и пациент очень хорошо ответил на лазерную деструкцию наиболее крупных очагов, которые подвергались потом травматизации, кровотечению, и достаточно хороший эффект получили, и пациент в дальнейшем получал иммунотерапию, и в дальнейшем мы наблюдали полный эффект. Помимо двух хорошо изученных, достаточно хорошо изученных и широко используемых в клинической практике направлений лазеров низкоинтенсивного стимулирующего излучения и высокоэнергетического повреждающего излучения, быстрыми темпами в последнее время наблюдается рост третьего направления развития, это фотодинамическая терапия опухоли. Вот здесь вот у нас выбран такой пациент показательный, мы его демонстрируем на каждой, наверное, конференции. Ввиду проблемный для других методов лечения угол глаза, внутренний угол глаза, мы выбрали здесь вариант фотодинамической терапии, вот здесь мы видим достаточно хороший эффект, здесь вот мы подчеркнули, так сказать, коллектором, что здесь у нас опухоль отсутствует. Это несколько этапов фотодинамической терапии, которые позволили нам, во-первых, получить максимальный косметический эффект, а во-вторых, хорошую ремиссию пациента. Пациент в течение многих лет наблюдался с полной ремиссией. Как вариант выбора, как альтернативный вариант ввиду, опять же, локализации, различных видов локализации. Что мы можем с вами еще в ЦАОПе? Лекарственная терапия местного действия, это иммуномодуляторы, которыми мы с вами можем применять препараты деструирующего действия или химическая деструкция и химиотерапевтические препараты. Последние годы огромное количество больных, которые поступают к дерматологам, и дерматологи занимаются уже лечением поверхностных форм базально-клеточного рака кожи, и здесь как раз лидирующим лечением, методом лечения является после морфологической верификации, конечно, являются именно иммуномодуляторы местного действия, так называемые кераворты альдара, в принципе, это аналоговые препараты. До сих пор они еще не получили у нас подтверждение медздрава, но, однако, широко используются именно для лечения базально-клеточного рака кожи. Опять же, мы с вами говорим о том, что базально-клеточный рак кожи это опухоль в последнее время, конечно, не только лиц старческого и пожилого возраста, и очень много молодых, которые приходят к нам, но в основном это узловые формы, а вот для старческого возраста и лиц пожилого возраста характерны все-таки более поверхностные формы, и дерматологи очень часто в последнее время применяют именно иммуномодуляторы. Опять же, для исключения хирургического подхода, для лиц старческого возраста старше 80 лет это исключает поход куда бы то ни было, они применяют их дома, даже без присутствия родственников, это очень актуально для тех, кто живет один, кто имеет большое количество сопутствующей патологии, и минимизируя свои походы, они в течение 16 лет, 16 недель применяя тот же кераворд, в нашей практике мы в последнее время используя литературные данные добавляем еще деклофенак гель 5% для того, чтобы увеличить антипролиферативные эффекты, снизить мокнутие, достигать очень хорошие косметические эффекты, длительная безрецидивная выживаемость. Но учитывая ожидаемую продолжительность менее 5 лет здесь сложно говорить про длительные сроки, но даже 2-3 года для лиц старше 80 лет это уже неплохо. Препараты деструирующего действия или химическая деструкция ввиду, так сказать, низкой эффективности данные препараты практически не используются, с нашей точки зрения это малоэффективно и малоприменимо, но к сожалению, драматологи у нас достаточно часто применяют эти препараты и мы их иногда часто видим на приеме. Вот с точки зрения иммуномодуляторов местного действия немножко отвлеклась. Один из наиболее эффективных методов, вот кераворт, мы с вами говорили, и какие показания применения именно кераворта. Эти показания обусловлены и данными литературными, мировыми, и наши российские литературные источники об этом говорят. Это наличие, но они в принципе, мы с вами, чтобы потом не повторяться, актуальны для всех трех видов лекарственной терапии, для иммуномодуляторов, и химической деструкции, и даже для лекарственных препаратов, таргетных препаратов, наличие первичного очага, базально-клеточная карцинома, не рецидив, размер не более двух сантиметров, поверхностно-распространяющаяся форма, то, что мы сейчас с вами обсуждали, локализация на туловище, шее или конечностях, то есть зону, агрессивную зону лица мы не трогаем в этом плане, и эритроплазия кера. Великолепный результат, особенно для урологов, это актуально, вот именно эритроплазия кера. Химическая деструкция, это кислоты азотные и солициловые, то, что мы с вами говорили, в основном для доброкачественных образований, и то, что драматологи их используют для злокачественных процессов лечения для базальных клещевых, я считаю, что не совсем правомерно. Химотропедические препараты, такие как флонида, фудикс, пиката и так далее. Эти препараты очень часто используются, особенно в США, особенно вот пиката и тазарак, но в нашей практике их практически очень мало видно в использовании теми же драматологами. Но в принципе показания для применения те же самые. Мы с вами говорили в предыдущий слайд о том, что опять же первичная опухоль не более 2 см, поверхностно распространяющаяся форма и локализация на туловище, шеи и конечности, то есть неагрессивная форма базально-клещеного рака кожи. Лучевая терапия. В последнее время достаточно широкое распространение принимает, однако ввиду последствий после лучевой терапии в большинстве регионов, к сожалению, стоят старые ускорители, достаточно большое количество осложнений после лучевой терапии. Поэтому в этом плане с точки зрения возможностей все-таки мы с вами останавливаемся на хирургическом вмешательстве, а не на лучевой терапии. Только тогда, когда пациент категорически отказывается от лечения или когда опухоль имеет достаточно большие размеры и будет калечащее лечение, в этом плане целесообразно все-таки попробовать начать с лучевой терапии, а при уменьшении размеров опухоли возможно вернуться к варианту хирургического вмешательства. Криотерапия в условиях ЦАУП это достаточно легко, бак с азотом, криодеструктор, различных вариантов и стоимости, и это достаточно удобно, особенно в условиях амбулаторных ЦАУПа, когда можно освоить большое количество пациентов за короткий срок и получить достаточно быстрые результаты. Это процесс разрушения биологических тканей, что такое криодеструкция, воздействия крайне низкой температуры. Как метод лечения первичных опухолей достаточно часто используется для базально-клеточного рака кожи. В последнее время большое количество литературных источников использования криодеструкции у больных с плоскоклеточным раком, но мы также предлагаем вариант криодеструкции при метастазах меланомы, при метастазах плоскоклеточного рака, когда большие опухоли не позволяют проводить химиотерапию, иммунотерапию, а применение криодеструкции с точки зрения палеотивной онкологии позволяют продолжить дальнейшую лекарственную терапию системную. Да, картинки такие. В конце доклада хотелось нам всем трем клиникам хотелось бы подчеркнуть, что преимущество в лечении опухолей кожи, злокачественных опухолей кожи, это быстрота. Пациенты достаточно быстро могут записываться на прием, достаточно быстро получают консультацию онколога, в том числе из узкого специалиста. Доступность для широкого контингента больных, особенно если ставоп располагается в каждом районе города, это доступно для пожилого и старческого возраста, это очень актуально, потому что опухоли кожи, в основном, еще раз повторюсь, это старше 60 лет, и это трудно добираться, трудно выбираться, так сказать, и доходить до врача. Отсутствие необходимости госпитализации. Вы минимизируете экономические затраты на госпитализацию, минимизируете экономические затраты на нахождение пациентов в клинике и, соответственно, получаете, так сказать, более экономически выгодные предложения для стационаров. Возможность выполнения как диагностики, так и лечения злокачественных наоборозований кожи в рамках УМС. Это возможно и для пациентов это актуально. Возможность полноценного радикального лечения опухоли, в том числе и в минимальные сроки квалифицированными специалистами и узкого профиля в том числе, потому что достаточно много специалистов, которые могут консультировать, находясь на работе в стационаре большого учреждения, периодически консультируя в ЦАОПах. Так что это достаточно актуально для нашей страны. Спасибо за внимание. Продолжение следует...